Здравствуйте, друзья! Я решил снять серию небольших роликов про автомобили, которые мне в настоящий момент счастливее эксплуатировать. И я думаю, что я могу о них высказать свое какое-то сформировавшееся мнение. Мои ролики, в первую очередь, адресованы моим друзьям, главным образом старым, с которыми, может быть, давно не виделись, не слышались. Я вас всех помню. Всем большой привет! Одноклассники, сокурсники, коллеги из прошлых работ. Надеюсь, вам будет интересно послушать и посмотреть про мои хобби. Что же, это видео про мою машину. Это Subaru Impreza WRX в кузове вагон 2006 года. Расскажу об истории покупки и о том, как я ее купил. Я, вообще-то, искал немного другую машину. Искал долго, не нашел. Искал я Forester. Бюджет на тот момент составлял где-то 400 тысяч рублей. Это было больше трех лет назад. Мы искали Forester. Искали довольно долго. Порядка, наверное, месяца. Посмотрели все машины, которые продавались на тот момент в Москве. И не нашли ничего живого. Пришли к выводу, что их просто нет. И потом уже искали любую Subaru. И нашлась вот эта вот Impreza. Impreza, в общем-то, это опущенный Forester. Или Forester это поднятая Impreza, как вам больше нравится. Поэтому просто нужно было ее брать. Тем более, что это более-менее заряженная версия WRX. Она в очень хорошем состоянии. Она не битая. Двигатель совершенно живой. За три года эксплуатации ничего с двигателем не произошло. Хотя существует мнение, что нету небитых Subaru и нету Subaru с живыми двигателями. Но на самом деле, вот мой опыт показывает, что это не так. Благо, что судя по всему, все трое предыдущих владельцев люди с мозгами и относились к машине очень классно. Если вы делаете все с умом, то с машиной все будет в порядке. Нужно просто... Да, это Subaru. Здесь оппозитный двигатель. Нужно просто следить за маслом. Не перекручивать двигатель. Понимать, что значит турбина. Понимать, что она накладывает определенные особенности на эксплуатацию. И все будет в порядке. С вашей машиной. Итак, это Empreza WRX с двигателем 2.5 turbo, выдающим по паспорту 230 л.с. и 320 нм крутящего момента. Также существует версия этой машины с двигателем 2 литра ровно turbo. Этот двигатель считается более надежным и его рекомендуют покупать. Но как видно по моему опыту 2.5 тоже вполне себе может проехать надеюсь 200 тысяч он уже проедет, потому что сейчас у меня 189 тысяч осталось 11. Это будет неплохо для этого двигателя. На механике естественно. Полный привод Subaru естественно. Комплектация, как вы видите, кожа. Здесь есть люк не очень большой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА